Рад приветствовать снова всех вас, дорогие мои в Господе, братья и сестры, все уважаемые друзья, гости, все, кто сегодня посетил Дом Господень, мир вам. Надеюсь, что многие из вас еще помнят, о чем мы рассуждали вместе с вами в последнее время. Ну, а для тех, кто, возможно, уже совершенно забыл, или для тех, кто присоединился недавно, начал посещать нашу церковь, ну и для гостей, конечно, я хочу напомнить о том, что мы в прошлый раз закончили серию проповедей под названием «Плод Святого Духа в нашей жизни». В рамках этой обширной темы мы говорили о девяти гранях или качествах драгоценного плода Святого Духа в нашей жизни. Мы говорили о любви, о радости, о мире, о долготерпении, о благости, о милосердии, о верности, о крутости и возвержании. И действительно, друзья, все эти качества очень важны для всех нас, христиан, в своей повседневной жизни. Мы не только говорили о том, чтобы поговорить об этом, может быть, понять, что-то больше для себя узнать, и потом так это оставить, может быть, в своей памяти на какое-то время. Но мы говорили об этом всем, о том, что это жизненно важно для всех нас. Иметь вот все эти качества очень важно, жизненно важно для всех нас. Если в нас нет этого, значит, мы неполноценные христиане, значит, плод Святого Духа не растет в нас, значит, мы не исполняем волю Божью, значит, мы не делаем то, что ожидает от нас Господь. Мы неэффективны в Церкви Господней, в Царстве Божьем здесь, на земле. И, друзья, действительно, стоит нам сегодня еще раз очень серьезно подумать, есть ли в моей жизни этот плод Святого Духа, развиваются ли все вот эти составляющие плода в моей жизни? Если в ком-то из нас не развиваются эти качества, если не зреет плод Святого Духа в нашем Духе, значит, мы, скорее всего, перестали быть Вадимом и Духом Божьим. Значит, суета или заботы этого мира, о чем мы и сегодня слышали на этом собрании, скорее всего, они заглушают нас, они заглушают рост драгоценного плода в нашей жизни. Значит, что-то в нашей жизни пошло не так. Значит, друзья, нужно срочно принимать меры, чтобы исправить сложившуюся ситуацию в нашей духовной жизни. Если не происходит роста или нет каких-то из тех качеств, о которых мы говорили в нашей жизни, или остановилось их развитие, друзья, нужно срочно предпринимать меры, нужно искать причину. И об одной из причин, почему не наблюдается духовного роста у христиан, почему не наблюдается роста плода драгоценного, плода Святого Духа в нашем Духе, мне и хотелось бы сегодня поговорить вместе с вами в оставшееся время. Итак, в основании наших растуждений сейчас мы положим текст из Священного Писания, который записан в 1-м послании апостола Иоанна во 2-й главе. Будем начинать читать с 15-го стиха. 1-я Иоанна, 2-я глава, с 15-го стиха. Апостол Иоанн пишет, обращаясь ко всем своим читателям и ко всем нам, друзья, с такими словами. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию, пребывает вовек». Из прочитанного библейского отрывка мне хотелось бы сегодня обратить прежде всего и больше всего наше внимание на 15-й стих. Если Господь позволит нам жить, возможно, в последующие разы мы посмотрим более подробно на другие стихи. Но сегодня я хочу обратить только лишь наше внимание, понимая ограниченность во времени, на 15-й стих. И здесь мы читаем так. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». Мои братья и сестры, почему Господь призывает нас не любить этот мир и все то, что в этом мире? Как вообще нам в практике нашей повседневной жизни исполнять вот это библейское повеление? Неужели, когда мы смотрим на этот мир, неужели там все так плохо? Неужели там только лишь блуд, воровство, может быть, насилие, убийство и так далее? Неужели в нашем мире нет ничего хорошего? Неужели нам нужно, друзья, сегодня избавиться или отказаться от всех благ этого мира? И, возможно, кто-то скажет, что нам сегодня поселиться в шатрах, может быть, и жить, как когда-то Авраам, и пасти овец или коз? Или, может быть, нам отказаться сегодня, другой скажет, от электрических приборов или автомобилей? Может быть, ездить нам сегодня на лошадиных упряжках или пахать землю валами, носить одежду, одежду покроя 300-летней давности или что-то другое? О чем здесь вообще речь? Нет, конечно, друзья, не об этом здесь речь. И если следовать такой логике, то, друзья, мы тогда дойдем до того, что нам придется вообще перейти к быту первых людей и будем носить одежды из шкур зверей. Но если бы и это помогло, может быть, стоило бы и об этом подумать, друзья, но это не поможет. И не об этом здесь идет речь. И прежде чем мы будем говорить о том, что именно нам нужно не любить и почему, нам важно разобраться, что же, собственно, такое мир, о чем здесь пишет апостол Иоанн. Дело в том, что мир в Библии употребляется в нескольких значениях. По крайней мере, есть три основных значения, где используется вот это слово «мир». Первое значение – это мир, сотворенный Богом, то есть мир физический, то есть все то, что нас окружает. Деяние 17, 24, мы читаем так, что «Бог, сотворивший мир и все, что в нем». Вот о каком мире здесь идет речь. Во-вторых, это мир людей. Очень известные нам стихи Иоанна 3, 16. «Ибо так возлюбил Бог мир». Здесь мир уже в другом значении. Это значит, что человечество людей, живущих на земле, Бог возлюбил. И третье значение – это мирская система ценностей. Это то, именно о чем мы с вами сегодня говорим. Не любите мира и того, что в мире. И в данном контексте мы будем сегодня рассматривать именно вот то, что мирская система ценностей, приоритетов – это то, к чему призывает нас Бог не любить этого, отказаться от этого, не смотреть в ту сторону. Вообще, если шире посмотреть на эту тему, то очень важно всем нам понимать, что мы живем вместе с вами на пересечении двух царств, двух различных систем, противостоящих друг другу. Первое царство – это царство Божье. В этом царстве, как мы знаем, Бог признается абсолютным господином и суверенным владыкой. И второе царство – это царство дьявола, которого Библия называет князем мира этого. И эти два царства, как опять-таки мы знаем из слова Божья, они диаметрально противоположны друг другу. Эти царства, они имеют совершенно разные цели и направления. Они противоположны по своей сущности. Первое царство построено на принципах подчиненности Богу. Божье слово, выраженное в Библии, здесь признается как абсолютная истина, и система Божьих моральных стандартов признается в этом царстве как абсолютное добро. Все подданные Божьего царства, они признают Бога, да и других своих собратьев, братьев и сестер выше себя, и поэтому строят свою жизнь на принципах служения Богу и ближним своим. Царство же дьявола построено на абсолютно противоположных идеях и принципах. Здесь люди поступают по другим меркам. Здесь они исходят из внушенной им дьяволом идеи, что они сами являются богами. Помните, когда дьявол подошел первому человеку к Еве, он сказал, вкусишь этого плода и будете как боги, знающие добро и зло. То есть считают люди в этом царстве, что их права, их мнения, их стандарты, их моральные принципы выше всего. И прежде всего, все крутится вокруг человека. Все, что делает подданное царство дьявола, так или иначе, оно сводится к угождению своему «я». И понимание этого царства человек, а не Божье слово, обладает правом определять, что правильно, а что нет. И вот апостол Иоанн, когда он обращается к своим читателям и ко всем нам, братьям и сестры, то он предупреждает об опасности того, чтобы мы, называя себя христианами, чтобы мы, считая себя подданными Божьего Царства, не жили под руководством принципов царства дьявола, чтобы в своей повседневной жизни мы не жили принципами этого порочного и греховного, разращенного мира, не делали, не говорили и даже не мыслили категориями этого мира. «Не любите мира», читаем мы, здесь говорит апостол Иоанн, «не любите мира, мои братья и сестры». И сегодня звучит это слово с его бесстыдными манерами одеваться, с лукавыми речами, с греховными желаниями, ценностями, делами. Так много в этом мире того, что порой также заглядывает и в Церковь Божью. И люди, мы с вами, общаясь в этом мире с другими людьми, глядя на то, как они одеваются, как они ведут себя, как они поступают в тех или других случаях, мы вольно или невольно подражаем, или начинаем подражать им в том. Мы начинаем перенимать их образ жизни, мы начинаем учиться у них, как жители, как кто-то говорит, выживать здесь, возможно, для нас, эмигрантов в этой стране, как крутиться, как вести себя, возможно, обманывая государство и Бога, финансы каких-то вопросов, в другом чем-то, друзья. Это все называется любовь к этому миру, это все поступать по принципам этого мира, но не по Божьим принципам. Вместо этого нам нужно сегодня, друзья, любить Бога и все, что связано с Ним. К этому призывает нас Господь. Поэтому каждый из нас должен находить время, чтобы периодически исследовать себя. А лучше всего, вступая в каждый новый день, хотя бы несколько минут, подумать о том, на что мы направляем сегодня свою любовь и свое внимание. Не ищем ли мы настолько всего того, что может нам дать жизнь в этом мире, что у нас либо вообще не остается времени для размышления о Боге, либо оно очень и очень мало. И, друзья мои, ведь о чем мы больше всего думаем, то мы больше всего и любим, не правда ли? О чем мы больше думаем, размышляем, к чему мы стремимся, возможно, даже в своих мыслях, разговариваем об этом с другими людьми, а то больше всего для нас люба, то больше всего нам нравится, чем мы и живем, друзья. Подумаем об этом. Запомним, мы никогда не сможем быть похожими на Бога и делать Его дела, жить Его жизнью, если мы всецело не посвятили себя для нашего Бога. Недаром одна из заповедь гласит, возлюби Господа Бога твоего, насколько всем сердцем твоим, всем разумением твоим, всею крепостью твоей, всею сущностью твоей. Это очень важно, друзья. Когда мы возлюбили Господа всем своим сердцем, тогда в нашем сердце не остается места для любви к этому миру. Мы, как сосуд, заполняем себя теми вещами, без которых нам сложно жить. И чем больше заполняется этот сосуд вещами, идеями, ценностями этого мира, тем больше в нем остается, меньше, точнее, в нем остается места для Бога. Об этом тоже очень важно помнить. Тогда наша жизнь не может быть светом и солью для земли. Она тогда не белого цвета. Она тогда, скорее всего, смешанная с мирским, серого цвета. Это жизнь, смесь белого с черным, праведности с грехом. Другие люди никогда не увидят в этой или в такой жизни жизнь чистоты, праведности, святости Божьей. Она будет жизнью серой. И сколько бы мы другим не рассказывали об этом, если мы сами живем жизнью, смешанной с этим миром, то люди не смогут увидеть в ней Христа. Быть христианином, следовать за Господом, любить то, что любит этот мир, то есть, другими словами, любить этот мир или грех этого мира, это несовместимо. Я еще раз хочу повторить эту мысль, что если мы любим Господа, и если мы любим Его Слово, и если мы следуем за Ним, и если мы вместе с тем все еще любим этот мир, живем ценностями этого мира, то, друзья мои, что-то здесь не так. Потому что вот это несовместимо, апостол Иаков очень точно определил позицию таких христиан, которые практикуют, к сожалению, на датах своей жизни. Он написал так, Иакова 4.4, Иакова 4.4, «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Очень четко, очень ясно. Мы читаем здесь, что если мы, любя Бога, допускаем в своем сердце любовь к миру, значит, мы становимся прелюбодеями или прелюбодейцами в духовном смысле. Друзья мои, если в семье нашей муж любит жену, или жена любит мужа, и если в нашем сердце допускается любовь кому-то другому, не к нашему супругу или к супруге, о чем это говорит? Это говорит о том, что прелюбодеянные мысли живут в нашей душе, в нашем сердце, точно так же и по отношению к Богу. Как представители церкви, невесты Христовой, мы изменяем тогда своему небесному жениху любви и верности. И об этом здесь говорит нам также апостол Иоанн. Мы не можем любить, любя Бога, любить этот мир. Даже чуть-чуть, даже немножко. Нам всегда нужно помнить о том, что весь мир лежит возле. Так говорит Слово Божие. В 5 главе Тухжевого Пусла написано, весь мир лежит возле. Системой ценностей и приоритетов этого мира правит не Бог. Правит сатана. Написано, он является князем этого мира. И хотя этот мир так нередко тянет, нередко манит, притягивает нас своими обещаниями удовольствий, быстрых побед, возможно, легких путей, но чем больше мы его пробуем, чем больше мы с ним соприкасаемся, тем меньше нам он, в конце концов, нравится, если мы честны, сами с собой. Чем больше мы убеждаемся, что это лишь красивые конфетки, это лишь красивая обертка блестящая, а внутри смертельный яд. Когда съешь ее, приходит разочарование, приходит боль, горечь, пустота. Почему так происходит? Потому что здесь же постол Иоанн отвечает, потому что все, что в мире, это похоть плоти, похоть отчей, гордость житейская, не есть от Отца. Все, что в мире, друзья мои, оно от мира сего, не от Отца, не от Отца Небесного. Иначе говоря, что все то, что не есть от Отца, является злом. Это значит, что все, чему Бог не является автором, что не в Боге задумано, рождено и сделано, то чему Бог не является альфой и омегой, то будет только похотью отчей, похотью плоти, гордостью житейскую. И даже желания, какими бы хорошими они ни казались, будут только похотью, если не автор их Бог, если они не исходят от Отца. И здесь, как и во всем, действует принцип «Святое исходит от святого». Как написано, если начаток свят, то и цело, если корень свят, то и ветви, Римлянам 11, 16. Мы, братья и сестры, это истина, или этот принцип отделения от мира, он рассматривается как условие в отношениях наших с Богом для как ветхозаветного народа, так и для новозаветного, для нас с вами. Святой, значит, отделенный, отделенный от мира для Господа. Весьма поучительная история на эту тему, записана в книге «Судьи», и также во Второзаконии мы читаем об этом. Я хотел бы, чтобы мы более подробно посмотрели, что же произошло. Что же произошло у израильтян, когда они потеряли свою первую любовь к Богу, когда они допустили в свое сердце любовь к этому миру, или, точнее, к людям этого мира, к языческим народам. Когда произошло смешение, что произошло? Когда израильтян выходили из египетского рабства, помните, они подошли к земле обетованной и готовы были занять ее. И Бог сказал им, чтобы они не только заняли эту землю, но чтобы они также освободили эту землю от народов, живших там. И вот как написано об этом в Второзаконии 7.16. Второзаконии 7.16. И истребишь все народы, которые Господь Бог твой дает тебе, да не пощадит их глаз твой, и не служи богами их, ибо это сеть для тебя. И также в Второзаконии здесь же в этой главе со 2 по 6 стихи мы находим продолжение этого повеления. «И предаст их тебе Господь Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз, и не щади их, и не вступай с ними в родство. Дочери твоей не отдавай за сына твоего, и дочери его не бери за сына твоего, ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам. И тогда воспламенится на вас гнев Господа, и он скоро истребит тебя, но поступите с ними так, жертвенники их разрушите, столбы их сокрушите, и рощи их вырубите, и стуканов их сожгите огнем, ибо ты народ святой Господа Бога твоего, тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным его народом, и всех народов, которые на земле». Господь избрал израильтян своим народом. Поэтому его люди не должны были смешиваться с язычниками. Господь не желает общения с людьми, которые одной ногой стоят в Царстве Божьем, а другой ногой становятся в Царство Дьявола, в Царство этого мира. Бог хочет, чтобы его дети, его люди принадлежали полностью только ему одному, потому что он знает, что любое смешение с другими народами отвратит их от него. И мы знаем, это действительно происходило не только в жизни израильского народа, это происходило и в жизни других библейских персонажей. Возможно, мы об этом поговорим в другой раз более подробно, друзья. И что же сделали израильтяне? Послушали ли они повеления Господа, как поступить с этими народами, куда они пришли в земле обетованной, в которой жили? И мы об этом читаем, что, к сожалению, несмотря на ясность повеления Господа, несмотря на то, что он очень прямо и ясно им сказал, что нужно им сделать, они не послушались, они отказались выполнить это повеление. Книга Судей, 1 глава, 27 стиха, написано так, буду немножко сокращать, выборочно, написано, и Монассия не выгнал жителей Бифсана и зависящих от него городов Фаанаха, жителей Дора, Ивлиама, Мегидона и зависящих от него городов и остались Хананеи жить в земле сей. И Ефрем не изгнал Хананеев, живущих Газери, и Завулом не изгнал жителей Китрона, жителей Наглола, и Ассир не изгнал жителей, и Нефалим не изгнал жителей Вевсамиса и жителей Бифанафа. Что же произошло дальше, друзья? Что же произошло в книге Судей во второй главе, начиная с первого стиха, мы читаем так, «И пришел ангел Господень из Галгала в Бохимий, сказал я, вывел вас из Египта и ввел вас в землю, о которой клялся отцам вашим дать вам. И сказал я, не нарушу завета моего с вами вовек, и вы не вступайте в союз с жителями земли этой, шерфенники их разрушьте, но вы не послушали гласа моего, что вы это сделали, и потому говорю я, не изгоню их уже от вас, и они будут вам петлею, и боги их будут для вас сетью». Вот что произошло. Бог повелевает, чтобы они изгнали этих жителей, чтобы они истребили этих жителей, которые населяли землю, но они подумали, что можно сделать иначе. Может быть Бог что-то недосмотрел, может быть ее повеление уж как-то слишком, может быть сделаем мы как-то иначе, мы сможем жить вместе с этими народами. Я не знаю, о чем они думали, возможно они думали о том, что эти люди будут жить и работать на нас, мы их поработим, возможно они будут платить даже дань нам, может быть что-то другое делать, я не знаю, друзья, но как бы она ни была, какие-то были у них мысли, рассуждения, какие-то оправдания своим поступкам. Друзья мои, чтобы в конце концов оправдать себя или оправдать свои поступки, мы нередко находим для себя аргументы. Несложно найти оправдание, когда идешь на компромисс со Словом Божьим. Лукавый подбросит, тогда очень много разных аргументов в поддержку того, если мы не точно следуем Священному Писанию. Множество объяснений придумывает человек, чтобы оправдать то место, которое мир занимает в их сердцах. Однако истина то и только то, что сказал Бог. И как он тогда обращался к народу, своему народу израильскому, когда он повелел своим людям отделиться от язычников, так и сегодня звучит то же слово. И в Новом Завете звучит очень похожее слово, которое тоже очень важно, чтобы все мы помнили, Бог говорит через апостола Павла для всех своих последователей. 2 Коринфянам 6, глава 14 стиха. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою? И дальше, «И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и Я приму вас». Вот какое отношение сегодня к этому вопросу нашего Господа, который вчера, сегодня и вовеки тот же. Вот, друзья мои, как важно нам помнить о том, что Бог хочет, чтобы люди, Его люди, мы с вами, были святые, не связанные с этим миром и с Его правилами. Чтобы мы, еще раз повторюсь, не жили ценностями этого мира, Его стремлениями, Его желаниями, Его похотями, Его приоритетами, Он не хотел, чтобы тогда израильтяне смешивались с язычниками, потому что знал, что смешение таковое рано или поздно их приблизит к язычникам. И в итоге, что и, собственно, и произошло, та же книга «Судей», 2 глава, с 11 стиха, «Тогда сыны Израилевы стали делать злое пред отчами Господа и стали служить Ваалам, оставили Господа Бога отцов своих, Который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться и раздражили Господа, оставили Господа и стали служить Ваалу и Астартом». Вот что происходит, мои братья и сестры, и не только в то время, но и сегодня, когда мы начинаем заигрывать с этим миром, когда мы начинаем допускать в свое сердце любовь к этому миру, любовь к земному, к приходящему, к ценностям, к приоритетам этого мира, друзья, вот что происходит. Происходит постепенное остывание и уход от Господа, смешение Божьих людей с язычниками всегда ведет к гибели, «Любовь мира убивает в любовь отчью». Написано, что кто любит мир, в том нет любви отчьи. Преклонение под чужой ярмоз с неверными приводит к отказу от Господа и почитанию богов, которым поклонялись язычники. Любовь остывает, а затем вовсе замерзает, когда сегодня дети Божьи начинают смотреть на этот мир и подражать этому миру в том, как они поступают, как они действуют. Итак, во свете услышанного сегодня слова я призываю сегодня всех вас, друзья мои, братья мои, сестры, еще раз и еще раз серьезно подумать и ответить себе на вопрос. Насколько в моей жизни в этом отношении по слову Господню? Люблю ли я одного Господа? Люблю ли я Его всем сердцем и всей душою? Или есть в моем сердце место любви к этому миру? В конце концов, кому я на самом деле принадлежу? Принадлежу ли я Богу? Или принадлежу я этому миру? Это очень важно знать, друзья. Я много-много раз уже говорил в разных, может быть, ситуациях, что членство в церкви это еще не билет в рай. Даже примерное посещение церкви по воскресеньям это еще не гарантия нашего спасения. Наше спасение, друзья, написано, совершайте свое спасение на протяжении всей своей жизни. Да, однажды Господь простил нас, оправдал нас, но Он не забрал нас сразу с земли. Он оставил нас на земле для исполнения Его воли, для совершения своих планов, для того, чтобы мы, живя здесь на земле, также были соработниками нашего Бога, так, чтобы мы исполняли волю Его святую, чтобы мы, отделяясь от этого мира, были светом для этого мира, были проповедниками Евангелия в этом мире и сами жили так, чтобы Бог был доволен нами. Если мы не поступаем по воле Господней, то та святость, то прощение, то, что Господь нам дарует в момент возрождения нас свыше для новой жизни, оно постепенно уходит от нас. Мы остываем, мы начинаем охладевать в любви к нашему Господу и постепенно, постепенно, смешиваясь с этим миром, мы уходим, мы уходимся дальше от Бога. И тогда, о каком росте плода Святого Духа в нашем Духе мы можем говорить, когда наше сердце разрывается между двух, когда мы смотрим и на Бога, и когда мы смотрим и заигрываем с этим миром, друзья. Если мы любим мир, то одновременно любить Отца мы не можем, так говорит Слово Божие. Если мы любим Бога, то мы не можем любить этот мир. Этих две составляющих или этих две любви в нашем сердце не помещается, либо одно, либо другое. Давайте будем чаще, друзья мои, исследовать себя. Где находится наша истинная любовь? На что направлены наши духовные взоры? О чем мы больше всего думаем? О чем мы размышляем? Чему мы больше всего уделяем свое внимание? Занимает ли мир в нашем сердце какое-то вообще место? Или только лишь Господь? И мы сегодня, как следуем ли мы во всем нашему Господу Иисусу Христу, стремимся к тому, чтобы день за днем преобразовываться посредством обновления своего разума, чтобы нам возрастать в любви к Богу? Или мы все-таки одной ногой как-то склонны стоять в этом мире? Обо всем этом нужно нам думать и размышлять нам, как в нашей повседневной практической жизни мы поступаем? Да, я знаю, что правильные ответы на эти вопросы мы знаем. Если бы сейчас нас спросить здесь слух, я думаю, что все из нас ответили бы правильно. Но как в практике нашей жизни? Как в понедельник, вторник, среду и так далее в каждом дне нашей жизни? На каждом месте как мы поступаем? Чем мы руководствуемся? Какими принципами? Божьими принципами или принципами мирскими? Где допускается грех? Где практикуется грех? Где считается, что обмануть, может быть, кого-то или что-то, как-то, это, в принципе, допустимо, и так далее, и так далее, друзья. Это все любовь к этому миру, это все жить по принципам этого мира. Поэтому, друзья, будем помнить об этом. Да поможет нам Господь не любить этот мир и ничего, что в этом мире, и не жить двойной жизнью, помня о том, что никто не может служить двум господам, так говорит Христос, либо одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Вот что происходит, когда появляется двойственность в нашей жизни, друзья. Поэтому я хочу, чтобы мы сегодня ушли с этого собрания с мыслью о том, действительно, я сегодня люблю Господа всем своим сердцем и всей душою, или в моем сердце есть место любви к этому миру. Если у кого-то из нас, проверяя свое сердце, все еще это есть, друзья, будем торопиться, чтобы молиться, просить Господа о том, чтобы он нас освободил, избавил от любви к этому миру, простил нас и помог нам быть любящими его и только его, Бога нашего, всем своим сердцем и всей своей душою. Бог да поможет нам в этом. Аминь. Будем молиться.